И наша следующая гостья, прекрасно одетая по требованию времени, королева гостеприимства, Елена Меркулова, вице-президент по выставочной деятельности Федерации рестораторов-ательеров России, ну и, самое главное, совладелец и руководитель выставки «Пир-Экспо». Елена. Здравствуйте. Приветствую. А тема нашего сегодняшнего разговора – это какой отдых будет расслаблен в ближайшие годы? Основные инвестиционные тренды. Хорошо. Перед тем, как начать, смотрите, видите, как я одета. Это у нас сегодня стартовал в Санкт-Петербурге «Москл Баршоу» – наше первое такое мероприятие после карантина, поэтому мы такие, скажем так, заряженные позитивом и, ну, абсолютно безопасно это все. Все безопасно. Я сниму это. Я всегда спрашиваю, почему же это «Москл Баршоу», а проходит в Санкт-Петербурге? А вот такие мы, чтобы всех запутать. Ну, такие оригинальные, да. Почему нет? Ну, реально, мы начинали, когда этому проекту уже 10 лет, и мы начинали и проводили его первые 5 лет в Москве, а потом решили перевести это в Питер, потому что Санкт-Петербург на сегодняшний момент является, ну, скажем так, барной столицей нашей страны, поэтому здесь… Абсолютно соглашусь. Здесь очень интересные бары, здесь очень интересная именно культура барная, поэтому, несмотря на то, что мы называемся «Москл Баршоу», мы проходим вот уже 5 лет в Санкт-Петербурге, и для того, чтобы никого не шокировать, мы называем всех так, что у нас мероприятие называется МБС. И все знают, как МБС, оно расшифровывается как «Москл». Ну, прекрасно. И вообще, это вот для нас первое мероприятие… Для многих это первое мероприятие гостеприимное в этом году. Да, мы немножечко так сначала волновались, а потом успокоились, когда увидели большую востребованность барной аудитории именно к мероприятию. И на сегодняшний день могу сказать, что количество посетителей выставки, ну, точно такое же, как в прошлом году, и это вообще очень сильно так заряжает. МБС не убивает, делает нас сильнее. Ну, видать, знаете, в барную индустрию убить нельзя, потому что они всегда на топинге. Вот как руководитель информационного проекта ПИР, я в начале своего выступления хочу сразу же снять вопрос относительно проведения ПИР-экспо в этом году, потому что нас постоянно об этом спрашивают, будет или не будет, планировать приезжать или не планировать приезжать. Поэтому я скажу, что выставка будет, сроки те же самые 19 и 22 октября в Крокусе, и, в общем-то, все идет по плану. И экспозиция будет, и деловая программа будет. И, кстати, вот если говорить тоже по количеству людей, которые на сегодняшний момент приобрели билеты, то это тоже идет по, ну, скажем так, по данным прошлого года. То есть никаких изменений пока нет, и я надеюсь, что... Да, мы как стратегический ваш партнер... Да, многие многие годы. ...информационным партнером ПИРа мы получаем массу вопросов. В основном это регионы. Это вот связлюбленная всеми сказка про то, что будет после 20 сентября. Причем мы-то точно знаем, что будет после 20-го. После 20-го будет 21-го. Ну да. А потом, а потом пройдет практически месяц, и будет октябрь, и будет пир. Еще говорят о том, что что-то будут ограничения какие-то по питанию, что даже водички нельзя будет взять на пир. Ну, это все не совсем так. Да, есть определенные правила, которые разработаны нами совместно с Роспотребнадзором. В принципе, они достаточно легко выполнимы, и никаких ограничений там таких вот глобальных не существует. То есть, да, мы вот сейчас вот на МВСе все оттестили, как это все должно работать. То есть мы меряем температуру, да, у нас заход в масках, в перчатках. Да, мы собираем эти маски, перчатки, да, у нас все это убирается. И да, у нас есть определенные разграничения по социальной дистанции в залах семинаров, но это по большому счету, ну, не накладывает каких-либо, скажем так, неприятных моментов для посетителей. То же самое мы будем делать и в Москве, на Пирэкспо, поэтому... В общем, ждем всех региональных ательеров, рестораторов, в гости, в Москву. Да, да. Традиционный пир. Да. Тема года у нас на Пирэкспо, и так получается, что, в принципе, вот глобальное мероприятие, которое собирает всю индустрию, это пир в этом году. И тема года у нас уже несколько лет, порядка, там, наверное, пяти лет, мы каждый раз объявляем тему года. Да, да, да. Когда мы начинали, у нас была тема «Время». Мы немножечко хотели немножечко поговорить по времени с точки зрения того, что вот все убыстряется, что сейчас нужно по-другому относиться к своему бизнесу и показать новые вот эти вот технологии, новые нюансы. Ну, и в то же время мы размышляли, что, да, вроде все убыстряется, но надо как-то немножечко и затормозиться, чтобы подумать, осознать, что будет дальше. И тут вот раз, ну, и как Вселенная нас притормозила. Всех неожиданно. Прекраснейший. И мы тему немножечко переделали, у нас остается время, но уже время живого общения, потому что на сегодняшний момент это то, что нам сейчас всем не хватает, то, почему мы соскучились. Да, онлайн это хорошо, да, онлайн это по большому счету бывает выгодно с точки зрения каких-то перемещений, но все мы все-таки социальные существа, и когда мы общаемся непосредственно вблизости друг с другом, все как-то заходит к нам гораздо проще и лучше. А кроме того, нам надо подправить. Живое общение — это самое важное. Да, 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 да. Так что вот это вот вступление, что тема у нас именно живое общение. У нас был такой период в течение полугода, где мы, так же, как и все, сидели на карантине, у нас было очень много времени посмотреть и, по большому счету, полностью переформатировать нашу деловую программу с точки зрения тех акцентов, то, что сейчас именно востребовано. Мы проговорили, ну, я не знаю, наверное, с тысячами экспертов, с тысячами нашими клиентов, как отельерами, так и рестораторами по всей стране, и смогли сформировать то, что необходимо. И вот если говорить по отельному направлению, то у нас основное, то, что будет стоять по главе угла, — это инвестиционный форум. Мы инвестиционный форум начали проводить в прошлом году. В этом году мы его продолжаем и делаем даже больший на него упор. Он у нас будет проходить в течение фактически всех дней, и будет называться Horica Investment Day. Здесь будут собраны в первую очередь успешные кейсы и презентации конкретных именно инвестиционных проектов. И как раз вот тема сегодняшнего моего выступления — это вот пересечение как раз с нашим инвестиционным форумом, который будет у нас на Пире. Сейчас я просто небольшую такую вот, ну, времени мало, такую затравку, какой же отдых будет востребован в ближайшие годы. То есть мы общались все это время не только с конкретными отельерами, но и с общественной организацией. Вообще вот еще, например, год назад казалось, что общественные организации никому не нужны. Ну, вот год назад, и все время казалось, ну, что это такое, вот общественные организации. И вот тут наступило время, когда общественные организации заиграли совершенно по-другому. Когда выясняется, что существует какой-то пласт вопросов, которые надо решать, и ты не можешь решить это один, а тебе нужно, чтобы это было какое-то сообщество. И государство слышит только общественные организации, поэтому вот... Слушай, а мы-то как оценили? Вот. Смотрите, как Фрио было востребовано, сколько было сделано, какую пользу федерация принесла. Но мы общались не только с Фрио по поводу нашей программы. То есть есть замечательная ассоциация загородных отелей, ассоциация оздоровительного туризма, корпоративного отдыха, лиги малых отелей, хостелов, то есть региональные союзы отельеров. И вот на основании мнений экспертов-практиков мы тогда вот сделали определенные выводы, что же у нас на сегодняшний момент востребовано, и на чем мы будем по большому счету на Пире уделять особое внимание. То есть я-то сейчас, ну как, по верхам немножечко поскочу, а там уже будет кейсы и практика. Ну, наверное, прежде всего у вас требован внутренний туризм. Да, с учетом того, что у нас... Ну, про внутренний туризм говорили и раньше, да, но вот видите, вот как это Господь, Бог и Вселенная нас все равно направляет. Вот давайте доведите до ума внутренний туризм, ну доведите. Сейчас вот мы вам отрубим еще и иностранных туристов, занимайтесь собой. Это, конечно, не очень хорошо, что иностранцев нет, потому что... Ну, сейчас проверим, обкатаем. Но у нас такая огромная сторона, что наш внутренний туризм должен быть. Я, например, с удовольствием езжу в последние годы по стране, получаю удовольствие нереальное. Ну, конечно, сервиса не везде хватает. Ну да. И, соответственно, из-за того, что все-таки тренд, который и государство, и жизнь у нас на последние, на ближайшие годы, это внутренний туризм, то, соответственно, инвестиции в гостиничный бизнес связаны будут в первую очередь с развитием внутреннего туризма. На сегодняшний момент выделяются три точки роста в туризме. Это оздоровительный туризм, семейный отдых и эко-туризм. И если вот по каждому из них проговорить, то оздоровительный отдых связан в первую очередь с тем, что сейчас достаточно активно развивается, пропагандируется тренд на долголетие. И отсюда, в общем-то, растет спрос на оздоровительные услуги. То есть вот мы, пообщавшись с Ассоциацией оздоровительного туризма, получили следующие цифры, что вот сейчас у нас в стране 1760 санаториев. Это достаточно хорошая цифра, но это вся цифра, и эти в основном санатории из так называемой прошлой жизни, из советского периода, которые работают по другому совершенно принципу, где в основном, главное, это главврач, и в основном они занимаются медицинскими услугами. Да, это необходимо, это социальные программы, но, к сожалению, наверное, они на сегодняшний момент недостаточно имеют необходимый уровень финансовых поступлений. Сейчас все больше и больше, как в санатории, так и просто в отеле начинают добавляться программы по омоложению, очищению, восстановлению. Это то, что уже идет за дополнительный пост, за дополнительные деньги. Это сейчас из-за своей модности, но наиболее финансово привлекательно. Я вот могу сказать по себе, я этим тоже, как это, уже не первый год озадачено. Я посетила, ну, все топовые такие клиники, могу сравнить и могу дать оценку. Это, в общем-то, и жду, когда откроется что-то еще. То есть я, скажем так, клиент оздоровительного... Тестер. Ну и тестер в том числе. В первую очередь сейчас пока, конечно, это все оздоровительный отдых рассчитан на плодежеспособную все-таки аудиторию. Это 40-50+, которые имеют возможности финансовые поездили по миру, и они рассматривают, конечно, санаторий с точки зрения сервиса и услуг европейского качества. Но тенденция, которую наверняка все видят и так, что, в общем-то, оздоровительный отдых омолаживается с точки зрения клиентов. И так как это еще раз скажу, что это модно, то многие начинают все чаще и чаще планировать свой отпуск, вот именно в парадигме оздоровления, и отправляются в санаторий, но уже в первую очередь с учетом, конечно, вот этих именно модных, очищающих, восстанавливающих направлений. Ну, как я и сказала, и классические санатории начинают добавлять специальные программы детокса, спа, велноса. Это то, что будет в ближайшие, скажем так, годы и дальше развиваться. И здоровое питание, как бы определенные программы. Это не разумевает, что если ты идешь в санаторий, ну, во-первых, в санаторий там всегда питание такое, а вот если же мы говорим о... Из Советского Союза воспоминания о санаториях другое. Ну, честно скажу, во многих такое же осталось, особенно если там вот все-таки заправляет всем главврач. Если же они добавляют в управление и отдают вот именно с точки зрения сервиса и отельного направления, управление, например, управляющим компанией, ну, извините за павтологию, и это дает возможность немножечко пересмотреть и эти подходы. Но если мы говорим, что это, например, санатории, которые... Или, например, современные комплексы, которые занимаются спа и детоксом, ну, то там с точки зрения питания вообще все хорошо. То есть по себе знаю, есть очень... Нет, ну ты, если, конечно, не сидишь на каких-то вообще голоданиях, а если ты с нормальной едой, то все уже на сегодняшний момент есть, скажем так, проторенные пути. Но это будет развиваться, потому что сейчас вот, например, я каждый год, когда езжу, каждый год добавляются как это, еще клиники, куда можно поехать. Но их все равно для нашей страны нет. Да, ну и опыт добавляется. На что посмотреть, на что обратить внимание, что оценить. Вы, так скажем, становитесь более предвзятым гостем. Да. А вот у меня было в том году то, это, поэтому я и в этом году хотела бы увидеть. Но сейчас вот именно вот туда, куда, например, я рассматриваю вот какие варианты, их вот даст малое количество. То есть для нашей большой страны этого явно недостаточно. Но и просто вот добавление даже в имеющиеся... Ведь некоторые отели тоже добавляют в себе именно медицинскую составляющую. То есть вот эта вот коммуникация отеля и санатория, коммуникация отеля и медицинская какой-то СПА-программа, это то, что сейчас будет развиваться и то, что будет давать ательерам дополнительную стоимость, которая всем нам так нужна. Кстати, Федерация рестораторов-ательеров готовит на позднюю осень программу по санкурам. Вот так что мы... А это хорошая, молодцы. После вас только, после вас. Хорошо. И еще раз говорю о том, что аудитория вот именно оздоровительного отдыха, она омолаживается, и им сейчас необходимы именно сервисы, это увеличение стандартов сервиса. То есть нужны комфортные номера, нужно комфортное питание. Дальше обязательно добавление вот именно омолаживающих детокс-программ, хорошего СПА, и иметь возможность туров, как там, я не знаю, ну раньше же помните, как было в санаториях, 21 день. Сейчас у нас время такое, что мы очень многие на 21 день не можем себе позволить, поэтому должно быть разные варианты, там и 3 дня, и недели, и 2 недели, ну то есть на разные возможности. И все больше еще, кстати, тех же санаториев уделяет внимание, чтобы было сочетание семейного отдыха, потому что, ну не все могут себе позволить вырваться в единичном формате, предпочитают совмещать еще с семьей, нужно, чтобы, в общем-то, семья также имела возможность. Но в этом плане, кстати, вот старые закалки санаторий, то есть вот я лично была там в Белокурихе в таких санаториях, была в санаториях на Кавказских минеральных водах, там у них, кстати, вот это вот хорошо уже отработано с анимацией. А если питание тоже ориентировано на детей? Ну питание там ориентировано на столы. Стол номер 5 в основном. Ну это по-советски, да. Ну, к сожалению, это есть, но может быть это и надо, я не... Есть в каком направлении пароход? В общем, вот и многие управляющие компании уже имеют в своем портфеле санаторий, который, я так понимаю, что они будут добавлять это сейчас, и потому что это востребовано. То есть если мы говорим, что сейчас в ближайшее время не по отдыху, это оздоровительный отдых. Ну, как я и сказала, то есть я вот это так по верхам, а вот именно конкретные кейсы, какие конкретные возможности, какие сейчас есть франшизы, какие сейчас есть проекты для инвестирования, мы готовим на наше мероприятие «Хорико Инвестмент Дэй». Второй тренд... Можно ли когда отдельно регистрироваться на это мероприятие? Да, это отдельная регистрация в программе мероприятия. Мы ее сейчас, с учетом того, что эта программа, она идет комплексная, то есть ты берешь, сразу же покупаешь весь пакет всех инвестиций, а не единичные мероприятия. Поэтому мы сейчас ее сначала готовим, и вот она с 15 сентября будет уже доступна на сайте. Не забудьте нам прислать информацию, чтобы мы анонсировали через наши соцсети. Обязательно, обязательно. Потом, в общем-то, основной упор будет, конечно, на загородном отдыхе. То есть вот то, о чем я сейчас говорю, это загородный отдых. То есть вот я рассмотрела оздоровительный, следующий тренд — это семейный отдых. То есть семейный отдых, особенно сейчас вот тот же карантин показал это все, что тебе надо куда-то уезжать, тебе нужно выгулять своих детей. Поэтому желательно, чтобы это было хорошо, удобно, комфортно, с правильной локацией, чтобы это был все-таки безопасный для семей с детьми отель. То есть можно сделать в красивом месте на горе с большим перепадом высотности, но дети не смогут это ходить. Поэтому здесь вот именно будет уделяться и уделяется именно правильный отдых, семейность, правильным планированием размещения всех зон развлечений и для маленьких гостей, для больших гостей. Это и зонирование, и безопасность, и маршруты прогулок, и игровые, и спортивные площадки. Ну, и анимация. Мы все привыкли. Я тут добавил наличие детских телевизионных каналов в телевизоре в номере. Очень часто обращал на это внимание, что, ну, если на русском языке каналы детские есть, на английском, немецком есть новостные каналы, то вот для иностранных детей вообще ничего не продумано. Ну, наверное, у нас иностранных детей просто мало. Нет, нет больше. Давайте их поймаем. Ну, давайте, давайте, вот будет больше. Я с этим согласна. Ну, в общем, и на выставке, вот мы в программе «Нашем мероприятие», как раз уделим этому внимание, как правильно все сочетать, как правильно все, ничего не забыть. И именно, вот, например, даже вот сессиям по анимации развлечения будут у нас, вернее, как, у нас будут сессии специально направленные на анимации развлечений, потому что для семейного отдыха это важно, это дает возможность отелю создать своего постоянного клиента, где, ну, в общем-то, всем хорошо. У меня тоже вот личный большой, так как детей много, личный большой опыт, что там нужно, что не нужно. Ну, я не особо профессионал, я могу как это со стороны постоянного гостя только говорить, что, что бы мне хотелось. Ну, и что еще возникло в период карантина, это именно долгосрочная аренда коттеджей, которая также очень хорошо, ну, как это, если говорить... Она востребована. Да, и, по большому счету, многим отелям это было такое... Да, помогло и выжить. Ну, да, как это, соломинка, соломинка, за которую цеплялись. И будет возникать потребность расширения такого номерного фонда в зависимости, ну, от, конечно, возможностей территорий, но там уже, может быть, различные именно, может быть, стационарные коттеджи, мобильные дома, префабы, модульные конструкции, которые достаточно автономные, всесезонные и, ну, для проживания комфортные. И, что самое главное, они быстро возводимые и имеют быструю срок окопаемости. То есть вот мы специально подготовили, что у нас на выставке и в рамках вот Хорико Инвестмент Дэй будут пять размещены таких форматов, где можно непосредственно все это посмотреть, потрогать, задать вопросы. Вы будете поставить? Да. Ух ты, как интересно. Ну, у нас... Приду к вам на выставку. Обязательно, да. И у нас будет отдельная сессия, модератором которой будет Владимир Подубко, где мы будем сравнивать эффективность этих различных форматов с разных сторон. То есть кому... Владимир, он вчера выступал. Я знаю. Я знаю. Мы специально именно для вот этих загородных семейных отелей и именно с точки зрения вот разных отдельно стоящих, скажем так, конструктивов. Потому что сейчас очень много этого появилось. И на сегодняшний момент, особенно для отелей, по большому счету выгодно и интересно только найти свой, то чтобы подобрать свой вариант, который именно тебе подходит. Ну и плавно перетечем. Третий тренд — это экотуризм. Потому что сейчас с точки зрения законодательства начинается меняться возможность какой-либо активности в особо охраняемых зонах. В Советском Союзе все любили ходить с палатками. Экотуризм был развит. А теперь это называется модным словом. Что вы не поняла? А теперь это называется модным словом. Клейпинге. Ну, не совсем. Глейпинг может быть. Извиняюсь, конечно, в Москве на крыше авиапарка есть гллейпинг. Но там никакого эдакотуризма нет. Но в экотуризме гллейпинг, конечно, он имеет место быть. То есть вот до пандемии, кстати, очень большой... Ну, очень это я так неправильно сказала. Был запрос от зарубежных туристов, которым именно нужна была экологичность, такая натуральность и природность. Сейчас, к сожалению, они не это все на стопе. Но надеюсь, что все-таки в ближайшее время это все восстановится. Но у нас огромный потенциал и внутреннего туризма. У нас просто огромная по возможностям территория нашей страны с потрясающими зонами. И слава богу, что есть возможность там сейчас вот именно это все реализовывать. Ростуризм, кстати, разработала специальную программу поддержки гллейпингов, по которой есть возможность получить до 3 миллионов рублей под один проект. В виде субсидий. Да-да-да. И это есть инициативы как от частных инвесторов, так и региональных властей. И вообще сейчас активно развиваются вот эти вот различные форматы. То есть есть проект развития парков мобильных домов, как на примере Европы-США. Есть проект, например, Большая Рыбинка, которая развивается Ярославской областью. Ну и, в общем-то, сейчас уже есть технологии, которые позволяют минимизировать вмешательство в окружающую среду. Но это, конечно, в первую очередь то, о чем я говорила. Мобильные дома, сафари-тенты, целиковые модули, которые перевозятся трейлером. Один из наших стратегических партнеров в Брио. Вот. И да, на Мобитрак делают мобильные дома, мобильные гостиницы. Да-да-да. Вот это то, что сейчас будет... Все в тренде, понимаете? Это то, что сейчас будет востребовано, и то, что сейчас будет, ну, по большому счету, это вот предметы для инвестиций. Ну и, по большому счету, вот так вот уже у нас мало времени, будет уже развиваться автотуризм. Есть программа по развитию дорог. Как только дороги развиваются, ну, вообще внутренний туризм без дорог невозможен. Как только будет шанс развитию и автотуризма. То есть поборьем еще одну проблему России. Дороги. И с дураками тоже. Да-да-да. Ну, кстати, вот опыт Бурятии есть, который вот как раз и... Они провели реконструкцию трассы Улан-Удэ-Байкал, и в связи с этим, то есть установились и туалеты стационарные, инженерные коммуникации, и сделали специальную экономическую зону вот на берегу с полной подготовкой, благоустройством. Кстати, вот резиденты могут иметь и получать существенные льготы от срочки по налогам. Так что вот. Я так вот, в общем-то, вкратце рассказала, как мы видим на сегодняшний момент, и что видят, как это, эксперты практики, что видят сообщества, это вот эти направления развития. Ну, а подробно с кейсами будем уже делать уже на ПИРе, на Инвестфоруме. Да, вот я вот как раз и хотел к этому подвести, что, чтобы все это получилось, очень важно, чтобы эксперты, практики и те люди, которые хотят все это начать, встретились в одном месте, а именно на ПИРе и экспортах. Да, будем всех ждать. И ательеры, без которых развитие туризма невозможно. Сколько угодно можно показывать красивую картинку, но как только ты, так скажем, впечатлился этой картинкой, у тебя следующий вопрос так, где я буду жить, где я буду есть. И вот без сферы гостеприимства туризм развить нельзя. И вот различные форматы инвестиционных форм, они как раз и создаются сейчас для того, чтобы объединять людей. В частности, и Федерация рестораторов и ательеров планирует проведение большого инвестиционного форума, на котором мы хотим также объединить и застройщиков, девелоперов, инвесторов, и представителей туротрасли, и рестораторов, и ательеров, и всех-всех-всех. Предварительно могу только сказать, что пройдет это в феврале. Итак, формат, формат пока уточняем, будет ли это онлайн, будет ли это оффлайн, а может быть компли. Макс, ну мы же вместе. Конечно, вместе мы сила. Вместе мы сила, все сделаем, все проведем. Блин, огромное спасибо. Спасибо вам. Как работа в Санкт-Петербурге сегодня? Ты знаешь, хорошее. Как это говорят, у нас жарко, 20 градусов, дождя нет, солнышко светит, у нас в Орлее полно барменов, которые учатся и общаются. Так что... Понятно почему, потому что королева гостеприимства приехала в Санкт-Петербург, а в Москве мы страдаем. Мы завтра вернемся. Ждем с солнышком вместе. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.